Азербайджанская агрессия против Нагорного Карабаха Я думаю, что Азербайджан всегда очень тщательно подготавливает все свои действия, особенно когда они связаны с ситуациями, которые могут вызвать определенную реакцию международной общественностью. И в данном случае, я думаю, момент связан, во-первых, с тем, что достаточно согласованы эти действия с важными региональными игроками. Я имею в виду, прежде всего, Россию, Турцию, в какой-то степени также Иран. Во-вторых, это связано с тем, что изменения в руководстве Нагорного Карабаха фактически вызвали изменения определенного курса. В частности, звучат из Степана Керта призывы к диалогу между Степаном Кертом и Баку. И поскольку Баку сегодня к такому диалогу не готов, его перспективы надо было как можно резче предотвратить. И, наконец, это связано с тем, что Баку однозначно ожидали окончания муниципальных выборов в Ереване, поскольку прекрасно понимали, что подобного рода агрессивные действия до выборов воспринимались бы международным сообществом в контексте того, что Азербайджан уже вмешивается в какие-то внутриполитические процессы в Армении. Поскольку мы понимаем, что ход выборов был бы совсем другим, и вообще состоялись бы они или нет, если бы, скажем, эта операция азербайджанских вооруженных сил началась, скажем, 15 сентября. Могут быть еще другие причины, но я, может быть, назвал самые такие, как говорится, рэперные точки. Вы упомянули о попытках диалога, который Степан Акет пытается установить в Баку. И вот что интересно, незадолго до этой агрессии, то есть не совсем задолго, за несколько дней, открылись два маршрута через Злочин и через Ардам гуманитарной помощи. То есть мы видим такой пункт эрэскалации, деэскалации, эскалации, деэскалации. Вот до какого момента это будет продолжаться? Или Баку, возможно, сейчас намеревается решить вопросы силовым путем окончательно? Ну, открытие гуманитарных маршрутов, тем более частичное, это такая наживка, которая брошена, опять же, международному сообществу. Я это рассматриваю в контексте с темой диалога между Степан Акетом и Баку. Поскольку это та тема, которая интересует международное сообщество, и Баку нужно было показать, что он идет на все возможные шаги для того, чтобы решить проблему. Но вот не получается никоим образом, что есть до сих пор серьезное сопротивление, и поэтому не остается ничего, кроме как решать проблему военным путем. То есть все это достаточно хорошо продуманные тактические шаги и достаточно хорошо продуманный момент. Вообще, политику Азербайджана в контексте армяно-азербайджанского конфликта следует анализировать именно с той точки зрения. И что, какие факторы влияют на те или иные действия. Скажем, мы прекрасно уже изучили, какие факторы повлияли на начало 44-дневной войны. Это и ковид, это и выборы в США, и сосредоточенность международного сообщества на прочих проблемах. И в данном случае мы имеем дело именно с таким расчетом. План Азербайджана достаточно четко прописан, но когда будут реализовываться отдельные пункты этого плана, они именно являются результатом таких математических расчетов. Хамалев даже несколько месяцев назад говорил о том, что режим, по его словам, режим, то есть власти в Нагорном Карабахе, они должны самораспуститься, как и армия обороны НКР должна самораспуститься и сдать оружие, иначе угрожал военными действиями. Вот сейчас мы видим, и параллельно, что Степан Акер, что Баку выступают с заявлениями. Степан Акер заявляет о том, что мы готовы к диалогу, к переговорам. Абаку говорит о том, что армия обороны должна фактически поднять белый флаг, сдать свое вооружение и прийти в Явлах на переговоры. Вот как будут решаться эти вопросы? Кажется, что Степан Акерт и армия Нагорного Карабаха поставили в тупик. Ну, вообще, вся эта тема переговоров Степана Акерта и Баку со стороны Азербайджана рассматривалась в форме или формате ультиматумов. То есть, Азербайджан ставит ультиматумы и, используя разные механизмы давления, вынуждает руководство Арцаха согласиться на эти ультиматумы. Если прежде, в прежние месяцы или даже в течение последнего года достаточно оснований для того, чтобы эти ультиматумы выставлять у Азербайджана не было, то сегодня в результате военных действий, я думаю, оснований рассчитывать, что ультиматум будет исполнен у Азербайджана есть. И я полагаю, что мы подошли к тому моменту, когда переговоры на условиях Азербайджана стали вполне реалистичными. Реалистичными или неизбежными? Ну, можем употребить условия неизбежными, наверное. И на ввод в фоне происходящего... Хотя здесь очень важно, если мы говорим не о самом факте переговоров, а об их содержании, какая все-таки будет реакция серьезных международных игроков на то, что происходило 19 сентября. Поговорим о реакции. Мы видим заявление из России в двух разных совершенно смыслах. То есть, в первую... Это, конечно, в обоих смыслах. Это обвинение армянской стороны в том, что произошло. Это обвинение в адрес власти Еревана в том, что они признали Нагорный Карабах как часть Азербайджана. И второй блок таких обвинений, которые там озвучивает Медведев и та же самая Мария Захарова, это в том, что Ереван попытался развернуться на Запад, идти к НАТО. И вот поэтому сейчас вы получаете, грубо говоря, вот... Вот очень интересно вообще, как Ереван должен действовать в этой ситуации, как он должен выстраивать диалог с Москвой, если на самом высшем дипломатическом уровне в адрес Еревана звучат такие обвинения. Давайте начнем с того, что все эти обвинения российских официальных представителей, они не новость. Они звучали и до нынешнего обострения ситуации. Что касается, скажем, специфические тексты Дмитрия Медведева, это попытка склонить Армению присоединиться к тем, я думаю, достигнутым соглашениям, которые есть в формате Россия, Азербайджан, Турция при определенном участии Ирана. Речь идет о дороге через Юнистскую область. И того, кто будет хозяйничать в Армении. Я думаю, на этот счет хотя бы такие промежуточные или временные соглашения уже между всеми четырьмя региональными игроками достигнуты. Что же касается диалога между Ереваном и Москвой, я думаю, возможности и вообще темы для этого диалога, кроме принуждения Армении к присоединению к тому соглашению, о котором я говорил. Любые другие темы, они уже исчерпаны и потеряли какой-либо смысл. Я думаю, всем и Еревану становится ясно, что Россия никаким гарантом безопасности не является. Более того, для Еревану должно быть ясно, что Россия и как медиатор в переговорах исключительно не полезна для Армении. И, соответственно, и разговаривать с Россией не о чем. Поэтому вся эта риторика, она больше для медийной реальности. Россия, она нужна для того, чтобы как бы оправдать себя в нравственном смысле, почему она не выполняет, если можем продолжать использовать это слово, союзнические обязательства. А для Армении же эта риторика важна как этакий шаг отчаяния, для того, чтобы привлечь к себе интерес и, может быть, активизировать Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в решении каких-то своих проблем. Какими бы не были низкими эти шансы, альтернативы сегодня у Еревана нет. Вы много раз говорили о том, что Запад не будет сюда посылать войска для экспозиционных корпусов или какие-то вообще любые вооруженные формирования для того, чтобы противостоять угрозам, которые армяне Нагорного Карабаха сейчас испытывают и облегчать их страдания. На что может, на какую помощь может понадобиться? Более того, я скажу, что и санкции Запад никакие не будет предпринимать, если, естественно, каким-то образом нынешние события не перетекут в агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении. Здесь определенный разговор о санкциях может возникнуть. Но даже без санкций у Соединенных Штатов Америки, прежде всего, частично у Евросоюза, есть определенные возможности, которые заключаются в тональности разговора. От того, каким тоном и какой фразеологией будут делаться заявления, это тоже достаточно серьезное влияние может оказать на региональных игроков. И прежде всего, я думаю, на Турцию, которая в любом случае имеет очень много точек соприкосновения с Западом и множество заинтересованностей для того, чтобы не портить с ним отношения. То есть, развивая логику, когда Вы сказали о том, что на действие Азербайджана влияет среда, для того, чтобы влиять на Азербайджан, надо влиять... Безусловно. На Азербайджан просто изменением громкости заявлений, или изменением лексики заявлений, или изменением тональности сегодня не подействуешь. Мы увидели изменение определенной тональности США. В частности, в Госдепе заявили, что США не потерпят этнических чисто кармин в Нагорном Карабахе. И увидели определенное напряжение, которое возникло между Баку и Вашингтоном после этих заявлений Госдепа, но, тем не менее, от азербайджанской агрессии это не удержало. Значит, вот настолько даже четкой тональности уже недостаточно? Ну, мы слышали разные интерпретации среди азербайджанской политологической среды, что означали эти слушания в Конгрессе. Они это связывали со внутриполитическими процессами, поскольку в США планируются не только президентские выборы, но и выборы в представительные органы власти. И, соответственно, такой крупномасштабный игрок, как Менендес, мог организовать мероприятие, где звучат какие-то нелицеприятные заявления в сторону Азербайджана, учитывая ориентацию этого политика по отношению к Армении и ее, скажем там, недоброжелателям в нашем регионе. Второе объяснение было связано с тем, что в любом случае не ключевые игроки из Госдепартамента, потому что в Азербайджане всегда делают существенную поправку на то, кто заявляет. Это представитель исполнительной власти, который непосредственно осуществляет политику Соединенных Штатов Америки, или представитель Конгресса или Сената, которые решают всего лишь свои электоральные проблемы. Так вот, подчеркивалось, что те люди в исполнительной власти, которые принимают решения или определяют политику в отношении Южного Кавказа и армяно-азербайджанского конфликта, в частности Боно, не участвовал, хотя по логике, если обсуждается проблема, связанная с армяно-азербайджанскими отношениями, должен присутствовать представитель США именно в переговорах и вообще в этом процессе. И поэтому это было воспринято на многих в Азербайджане как скорее такой шаг, поощряющий Ереван к дальнейшим попыткам сближаться с Западом. То есть само это мероприятие в Сенате США не было воспринято как очень серьезный такой знак Баку и его союзников. Вы упомянули, опять-таки продолжая разговор о том, что Азербайджан действует, когда сходятся определенные обстоятельства. Если в 2020 году, который вы упомянули, это был ковид и выборы президента США, то сейчас это тоже опять-таки предвыборная гонка в США, которая набирает уже какие-то обороты и война в Украине, которая тянется долгое время и это глобальный кризис и миру не совсем таких относительно маленьких кризисов, как на горных корабах. Можно ли предсказать, что из-за того, что в США стартуют президентские выборы и вообще гонка предвыборная, гонка, месяцы, которые нам предстоят, они будут довольно напряженными с точки зрения ситуации что в Нагорном Карабахе, что на армяно-азербайджанской границе? Я бы добавил еще один важный фактор, когда мы находимся в точке, когда сошлись интересы региональных игроков. Не буду очередной раз называть эту четверку, поскольку мы прекрасно понимаем, что когда речь идет о вооруженных действиях, когда речь идет о процессах, которые могут повлиять на изменения геополитической ситуации в нашем регионе, очень рискованно что-то делать, если нет вот такого консенсуса между основными региональными игроками. А что касается выборов в США, я долгое время склонялся к тому, что эти выборы вряд ли будут включать в себя повестку, связанную с Южным Кавказом и армяно-азербайджанским конфликтом. Но сегодня, учитывая остроту ситуации как в нашем регионе, так и во взаимоотношениях между Россией и Западом и вот эту вот отчаянную попытку Армении каким-то образом изменить свой геополитический статус, они могут в процессе предвыборной гонки стать частью повестки основных кандидатов. Если это произойдет, то можно ожидать не то, что, как это было в 2020 году, безразличие к тому, что здесь происходит, а наоборот активный интерес. То есть, у нас красивые флаги. Да. Так что еще надо посмотреть, как будут развиваться события. Я повторяю, у Еревана при всей неуклюжести его действий в предыдущие месяцы, при всей вот этой порывистости и непоследовательности смены переговорных площадок сегодня, наверное, нет выбора, кроме как попытаться привлечь к себе внимание. И это может отразиться в том числе и на предвыборной гонке в США. Франция будет созвать или попытается как минимум созвать соседание Совбеза ООН по ситуации, которая сложилась в регионе. Что можно ожидать от этого? Ну, у меня там особых ожиданий нет, поскольку мы понимаем, что есть как минимум две страны, которые наложат вету не то, что на тот или иной текст резолюции, если такой проект на самом деле будет представлен, намерение Франции об этом мы слышали. А вообще на стремление кого-либо, кроме региональных игроков, включиться в здешние разборки. Если Россия сама является участником всех этих региональных сценариев, которые согласовываются, то Китай остается той страной, которая делегирует свои полномочия России разбираться в нашей ситуации. И говоря о консенсусе региональных сил, о котором мы уже много раз сегодня упоминали, этот консенсус можно фактически разрушить, если один из силовых центров не будет на это согласен. То есть, если с Турцией у нас каких-то определенных надежд нет, то есть надежда на Иран и Россию. Вот давайте сперва, не закрывая тему России, поговорим о том, есть ли хотя бы небольшой коридор возможностей для того, чтобы выстроить с Россией хотя бы какой-то нормальный диалог, чтобы наши интересы совпадали хоть в какой-то точке и что делать сразу? Я, к сожалению, считаю, что эти возможности упущены не потому, что мы были обречены на такие отношения с Россией, а потому что именно так развивались отношения с Россией в течение всех последних пяти лет. Я думаю, что отношения с этой страной, особенно такой страны, как Армения, не могут строиться на, скажем так, на факторе непредсказуемости. То есть Армения всегда должна была быть предсказуемой для Москвы, и намерения Армении также должны были быть ясной и понятной Москве, и они должны были озвучиваться, а не угадываться Москвой. Когда Москва начинает угадывать, что же хочет или что же делает Пашинян, это вызывает нервозность и создает серьезные риски для более-менее стабильных отношений. Это не значит, что предсказуемость, она одинаково тяжеловесный фактор с интересами. В любом случае, однозначно, что интересы России с интересами Армении не сходились и не могли сходиться, учитывая изменяющуюся геополитическую обстановку, учитывая вес самой России, новые вызовы, которые связаны с войной в Украине, которые сделали исключительно полезными для этой страны, связи именно с Азербайджаном и Турцией. И здесь Армении никакие альтернативные плюсы предложить не могла. Соответственно, и все действия России, они были связаны с тем, чтобы торговать интересами Армении для того, чтобы что-то заполучить, какие-то бенефиты в отношениях с Турцией и Азербайджаном, что и происходит. Но, в любом случае, если бы намерения были ясны, может быть, эти шаги России были бы более мягкими, не такими резкими, как сейчас. Но опять же, об этом надо было думать до 2020 или как минимум до 2022 года. Сейчас уже поздно, сейчас мосты сожжены, и я не вижу какие-либо шаги, которые может предпринять Ереван для того, чтобы наладить более-менее конструктивные отношения с Москвой. А какие-то козыри у него, чтобы не наладить конструктивные отношения, но хотя бы бить козыри? Да, собственно, и козырей не осталось. Собственно, и козырей не осталось. Поэтому, если может возникнуть какая-то трещина в этом региональном консенсусе, то она связана прежде всего с Турцией, ну, в какой-то степени также с Ираном. Я прошу прощения, просто уточню, несмотря на то, что в отношениях Ирана и Азербайджана очень долгое время был такой холодок, как вы говорите, без консенсуса, то есть без согласия Ирана, также он бы не смог развивать эти свои действия и прибегать к агрессии. То есть, почему получается у Азербайджана, чем он умудряется торговать с Ираном, что не получается у Армении? Ну, это, я думаю, не только Азербайджан, поскольку мы прекрасно понимаем, что роль Азербайджана в реализации разного рода геополитических амбиций в отношении Ирана разных стран, и не только, скажем, Запада или региональных игроков, но и Израиля. Роль Азербайджана очень большая. Если он как бы становится в играх вокруг Ирана пассивным игроком, это уже большой дар и большой плюс в его отношениях с Ираном. Кроме того, есть экономические интересы, которые достаточно серьезные. Здесь и Турция, и Азербайджан могут очень многое предложить к Тегерану. В конце концов, сегодня в этой четверке может быть Иран не менее слабая, у Ирана не менее слабая позиция, чем у России. Поэтому он вынужден довольствоваться даже теми предложениями, которые идут из Баку и Анкары, и идти на какие-то компромиссы относительно своей твердой позиции, что геополитический баланс в этом регионе не должен изменяться. Если в вопросе недопуска Запада сюда, у него особых расхождений ни с одной из других трех стран нет, то в вопросе, скажем, укрепления влияния России в Армении, у Ирана могут быть определенные недовольства, поэтому ему надо что-то предлагать. И я полагаю, что такие предложения поступают. И именно они были частью повестки вот этих многочисленных и интенсивных визитов в этом четырехугольнике. Спасибо большое за интересную беседу. И вам спасибо. У нас в гостях был политический аналитик Борис Навасардян. Спасибо. Оставайтесь с нами.